И будем начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, да, блюськи пошли. Видно, слышно. Прекрасно. Я рад вас всех приветствовать на нашем первом вебинаре, который имеет название «Голос рынка», на котором мы будем проводить беседы, проводить интервью с людьми, которые являются трейдерами, аналитиками и имеют непосредственно отношение к финансовым рынкам. И сегодня гость нашего первого вебинара – Вадим Иткулов. Прежде чем мы перейдем, да, и познакомимся более с Вадимом, как всегда, перед началом предупреждение о рисках. Всегда важно понимать, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, и всегда важно об этом помнить и знать. И та информация, которая будет даваться на этом вебинаре или дается на всех вебинарах, она не может являться прямой рекомендацией к действию. Всегда об этом важно помнить. Итак, перед началом представлюсь я, со многими уже знаком, вижу по именам, которые находятся в чате. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Работаю с такими регионами, с клиентами компании Admiral Markets, как Россия, Украина и страны СНГ. Работаю в компании уже порядка пяти лет. Мой опыт в трейдинге составляет порядка семи лет. Вот я в своем пути трейдера не сталкивался, ну, точнее, не брал во внимание волновой анализ. Я думаю, что те трейдеры, кто пришел на данный вебинар, также, возможно, знакомы больше, чем я. Но кто-то как раз ищет для себя торговую систему, которую использовать. И об этом мы как раз сегодня поговорим с Вадимом Уткуловым. Вадим трейдер, постоянно ведущий нашего раздела, который находится на сайте Admiral Markets, посвящен волновому анализу. Вадим каждый понедельник выкладывает туда свои обзоры, свои мнения по как раз волновому анализу и является директором компании Академия трейдинга. Немножко о формате нашего вебинара, о регламенте. Сейчас мы дадим слово Вадиму, с ним познакомимся. Я задам ему ряд вопросов. Мы обсудим непосредственную тему нашего сегодняшнего вебинара. Это волновой анализ. Разберем какой-то инструмент. Вадим по нему проведет разбор с точки зрения волнового анализа. Мы вместе это посмотрим. И зададим Вадиму вопросы. Некоторые вопросы у меня уже подготовлены. Я получил их заранее перед нашим вебинаром. И напоминаю, что у вас будет возможность задать эти вопросы напрямую Вадиму. Единственная просьба – все вопросы размещать в разделе «Вопросы». Писать их не в чате, потому что в чате, когда мы ставим плюсики, они могут уйти и можем пропустить ваш вопрос. Поэтому у нас есть в чате раздел, который называется «Вопросы». Вижу, что некоторые уже написали свои вопросы. И прошу их размещать туда полноценно. Мы оставим время в конце вебинара и разберем все вопросы, которые у вас будут. Итак, Вадим, выходи в эфир. Давай проверим, как слышно тебя. Дамы и господа, добрый вечер. Поставки тоже плюсики, если меня теперь слышно. К сожалению, не будет ни меня, ни видно. Без видео. Надеюсь, все сегодня сложится хорошо в плане связи. Отлично, отлично. Хрипит, чуть тише. Давайте я чуть подальше отнесу микрофон. И, в принципе, должно быть получше. Безумно рад, что первый, кто участвует в данной передаче, можно и так назвать, компанией «Адмирал Маркетс». Давно уже, два, наверное, года я уже выкладываю аналитику. В принципе, благодарен за предоставление площадки. Насчет каждого понедельника. Роман немножко преувеличил. Последнее время очень редко стал писать. Но думаю, что в ближайшее время точно каждый понедельник буду себя стараться в понедельник размещать. Было время, когда целый год публиковал каждый день. Поэтому, кто знает, уже точно и будет. Ну, теперь мы уже пообещали. Поэтому каждый понедельник будем отслеживать твой обзор на нашем канале. На нашем разделе «Волновой анализ». Спасибо, Вадим, что нашел время. Сегодня с нами в 8 часов, в четверг, между футбольными матчами, насколько знаю. И, собственно, я хотел попросить сказать сначала себе несколько слов, чтобы представить, чтобы ты представился слушателем, кто тебя видит, слышит впервые. Ну да, у нас сегодня небольшая такая в качестве перерыва между футбольными матчами. Небольшой. Ладно, смотрите. Значит, кто меня не знает, торговлю с 2011 года, активно с 2011 года. До этого торговал больше, наверное, в формате как инвестор. Торговал по телефону. Наверное, немногие вообще знают, какой способ торговли. Когда звонишь брокеру и продаешь, покупаешь акции за большую комиссию. Тогда было порядка, по-моему, 3%. Брокер с меня брал, поэтому застал и такое время. Торговлю по телефону. Но с 2011 года уже активная торговля на счете. Что, наверное, более важно. То, что прошел кучу этапов. Безусловно, это и фундаментальный анализ, который, я думаю, каждый новичок с него начинает. Безусловно, это классический технический анализ. Не затрагивал никогда анализы объемные. Анализы какие-то там свечные. Наткнулся как раз-таки буквально, наверное, через года полтора. Это вот волновый анализ. Может быть, кто знает такого человека, очень известного в России, как Степан Димура. Ну, в узких кругах, опять-таки, известного. В то время он вел передачу рынки. Точнее, был участником передачи рынки на РБК. Вот, в принципе, нашел. Сразу понял, что это мое. Стало очень интересно. В принципе, считаю, что каждый трейдер ищет и находит то, что ему интересно, то, что подходит. Кому-то интересен фундаментальный анализ, кому-то волновой. Главное, просто это то самое найти. Вот. Ну, и, в принципе, торговал очень успешно в начальном этапе. Часто очень говорят, что нужно потерять первый депозит и все такое. В курсе с этим не согласен. Депозит никогда там, никакой первый не терял. Возможно, потому что дело в объеме, да, потому что начинал с фондового рынка, а, скажем так, там плечи не такие большие, как на Форекс, поэтому потерять там очень сложно. Это нужно попасть там на восьмой год сразу же с каким-нибудь плечом и тогда уже потерять депозит. Такого не было. Очень быстро, конечно, получил по шапке, когда потерял там 10-20% за какой-то месяц. И, в принципе, начал заниматься, начал активно изучать финансовые рынки. Все самостоятельно. Читал книжки, но не проходил нигде обучения, не у брокеров. Все самостоятельно. Из опыта где-то в 2014-2013 году, в принципе, нашел по духу людей себе, близких по духу, и мы организовали красный компанию Академия Тренинга. Нам уже с Академией Тренинга, я думаю, большинство здесь знакомы, являемся партнерами Адмирам Маркетс. Вы брокер, представляете брокерские услуги на все, что касается обучения, аналитики, это красный к нам. Вот, наверное, это есть и вкратце. Да, все верно. То есть, также, если будут какие-то вопросы к Вадиму после, то я думаю, что Вадим оставит свою почту и контакты для связи у вас будут. Вадим, у меня сразу же такой вопрос. Мог бы ты сказать, что, в принципе, для тебя значит трейдинг? Несколькими словами, возможно, несколькими тезисами. Что это? На текущий момент, наверное, одним словом можно обозначить. Трейдинг для меня – это все. Потому что, во-первых, я считаю, что каждый человек должен, который имеет какие-то сбережения, заниматься своими сбережениями. Академия трейдинга – это один из самых, наверное, доступных с точки зрения комиссии, с точки зрения возможностей, вид управления своим капиталом. То есть, это просто как управление своими финансами. Во-вторых, это, безусловно, тут пишу, что звука нет, надеюсь, что у других есть. Безусловно, так как я являюсь и руководителем компании Академия трейдинга, это еще и работа, то есть это обучение, аналитика. Ну и, скажем так, еще и научный подход, потому что те, кто посещает активно-вебинары на сайте нашей компании, кто знает, что я очень часто провожу вебинары, посвященные несколько таким философским аспектам, потому что мне действительно очень интересно понять, почему, условно, по рекомендации, которую я порекомендовал, масло-масляное, по какой-то рекомендации один человек заработал и говорит, что, ну, все отлично, а второй человек говорит, что, ну, вот я потерял и у меня не получилось. То есть мне вот эти все моменты очень интересны, я их сейчас активно изучаю в рамках нашей компании, поэтому, ну, на текущие моменты это, в принципе, наверное, все, чем я занимаюсь, именно вот трейдинг и околотрейдинг. Так что нужно пользоваться этим возможным. Отлично. Это, наверное, самое интересное, когда и увлечение, да, и хобби все совпадает. Ну да, высокооплачиваемые хобби, это все люди, в принципе, к этому стремятся, в своей жизни, чтобы ей работа нравилась и доход приносила. Это очень важно найти такое в жизни. Согласен с тобой. Когда мы делали анонс данного вебинара, приходил ряд вопросов, из которых я понял, что люди, в принципе, ну, и общаясь со многими трейдерами, которые работают в нашей компании, все используют разный подход, но я думаю, что ты это тоже знаешь. А вот что для тебя было, в принципе, переломным моментом, когда ты остановился именно на волновом подходе, на волновом анализе? Это, конечно, я уже частично ответил, это передача рынки. Я тут недавно нашел жесткий диск, на котором там все записи архивные есть, этой передачи, там, по-моему, за 11-12-е года. Я очень активно это отсматривал. Опять же, там давались прогнозы ежедневно, с двух до трех, ну, с перерывом там на новости. Я прекрасно видел, что есть хороший результат, ну, именно с точки зрения прогнозов. Когда человек говорит, и это сбывается, ты понимаешь, что он дает все это на основе волнового анализа, ну, такое не может ни заинтересовать. Вот, поэтому это переломный момент. Начал интересоваться, ну, и, в принципе, понимание того, что классические методики вроде там корреляции, взаимосвязей, фундаментального анализа, какие-то вот базовые термины, там, технического, классического, работают, но не всегда. То есть смотришь, вышла позитивная новость, все пошло не туда, задаешься вопросом, зачем тогда я это все там следил, смотрел. Ну, в принципе, наверное, просто критическое мышление привело к тому, что нашел то, что нашел, именно вот волновольное. Понял тебя. Вообще, вот так же, несколько слайс на свой опыт, вот общение с трейдерами. Очень много трейдеров, и, в принципе, даже разные подходы, которые используются, каждый трейдер использует по-своему, пронося через призму своего опыта. То есть, вот на тот момент, собственно, в этом ты и увидел плюс этой системы. То есть, и поэтому... Ну, еще могу сказать так, я очень часто вижу, что люди находят на рынке то, что к чему предрасположено, сами они предрасположены. Что имею в виду? Я, в принципе, вот с детства такой человек, что я очень не любил какие-то большие компании, не люблю какие-то массовые мероприятия, я больше люблю либо быть там один, либо с небольшой группой людей, два, три, пять человек. Это, в принципе, очень состыкуется с волновой теорией, когда ты не следуешь там за толкой, а предвосхищаешь события, торгуешь спокойненько, не смотришь там кучу аналитиков. Это немножко такие подходы очень совпадают. Поэтому немножко такой тоже философский момент, но считаю, что очень часто на рынке такое происходит. То есть, немножко из детства находим то, что к чему предположено изначально. Я понял. А вот, в принципе, на каких рынках, ну, то есть, ты уже сказал, что ты работал на фондовом рынке, да, с этого начинал, потом на валютном. Как ты считаешь, вот волновой анализ его можно на всех рынках применять или есть какие-то особенности, которые стоит выделить? Ну, в принципе, не то, чтобы на всех рынках, вообще изначально волновой анализ можно применять не только на рынках, а вообще везде, где есть сбор данных относительно отношения масс, какому-то объекту, предмету, будь то идей. Просто на финансовых рынках мы, в принципе, сразу видим, как реагирует группа, большая группа людей на то или иное событие, на то или иное, на то или иное идее. Вот. А насчет финансовых рынков, какие? Ну, самые ликвидные, лучше всего, это, безусловно, Форекс, потому что ликвиднее Форекса, трудно что-то найти. Это, безусловно, самые ликвидные акции, там голубые фишки. Если брать, конечно, там инструменты малоликвидные, низколиквидные, второго, там, третьего эшелона, где безумные спреды и, в принципе, влияние, возможно, даже новостей, либо крупных игроков велико, то допускаю и уверен, что не совсем там все это хорошо так прогнозируется. Но самые ликвидные рынки, в принципе, на которых большинство торгуют, это самое то, что подходит, как раз таки, волновому анализу. Так что на все. Понял. То есть главное, чтобы инструмент двигался. Да. А уже где присоединиться к сделке, это уже Эллиот нам сможет подсказать, ну, в отчасти. Вадим, вот я никогда не использовал данный подход и, может быть, к своему стыду не знаком практически даже с самыми основами его. Давай попробуем показать и мне, и нашим слушателям, да, как, в чем заключается, в принципе, вот основная суть волнового анализа. Вот я подготовил для тебя чистый слайд. Я знаю, что здесь можно порисовать. Вот можешь схематично, да, вот объяснить принцип, да, вот самый основной, который строится как раз, который в себя включает волновое анализа. Ну, это, наверное, единственный вопрос, который я готовился, потому что любой вебинар, который я провожу с аудиторией не своей, когда уже, в принципе, все буквально понимают то, что я говорю, то нужно так или иначе ввести в курс дела. Кстати, там, не знаю, в чате поставьте, те, кто там нолик или какой-нибудь знак, что вы не знаете вообще волновой анализ, что такие вообще присутствуют. Ну, то есть просто слышали, что волновой анализ такое есть, но базовые термины и незнакомые. То есть есть такие здесь люди. Так, отлично, Николай, Юрий. Ну, есть, значит, не зря буду рассказывать. Смотрите, я уже по-разному рассказывал волновой анализ, сегодня подготовил следующую схему. Волновой анализ – это, он уникален. Его можно использовать везде, но сейчас я именно говорю, именно конкретно к практическому применению к трейдингу. Волновой анализ – это набор правил, норм, каких-то небольших подсказок, которые подсказывают трейдеру, в какой фазе тренда мы находимся. Ну, вот, пример. Сейчас тут нарисую. Вот движется у нас, так, что-то я не то сделал. Так, все правильно, да? Нет, все правильно. Сейчас. Ну, вот, к примеру, движется у вас цена каким-то хаотичным образом, и трейдеру непонятно, в какой фазе мы находимся. Зачем вообще понимать, в какой фазе тренда мы находимся? Номички наверняка этого не поймут, но люди с опытом уже поймут, о чем я говорю. В зависимости от того, находимся мы в начальной фазе тренда, в середине, в конце, либо находимся в боковике, и в зависимости от того, какой тренд масштаба, то есть, условно, там, H1 – главный таймфрейм по данному тренду, либо готовится движение на личном таймфрейме, годовом, то очень много аспектов, которые имеют важную, большую важность, ценность. Что я имею в виду? Объем, соотношение стоп-лостейк-профит, инструменты, которые подскажут более конкретную точку входа. Инструменты, которые подскажут, вообще, в принципе, нужно закрываться через 15 пунктов, там, держать позицию небольшую, либо можно открыть позицию в начале января и закрыть ее в конце декабря. Может быть, и такое, эффективные бывают периоды, когда ты просто не дергаешься на какие-то там небольшие движения на некомфреймах, а держишь позицию долгосрочную. Это зачастую ответить трейдеры не могут. То есть, обычно какая-то одна стратегия, две, и вот постоянно один и тот же объем по всем фронтам, по всем позициям люди используют. Я считаю, что это… Я не говорю, что это убыточно, я говорю, что это малоэффективно. Волновой анализ, еще раз говорю, что подсказывает нам, в какой фазе тренда мы находимся. Это очень важно. Каким образом он может подсказать? Опять же, я сейчас не буду рассказывать все правила, которые в Львове есть, нам не хватит и часа времени. Есть, я думаю, самое основное. Самое основное – есть импульсные движения. Просит потише меня. Есть импульсные движения. Сейчас я его изображу. Это очень по-книжному, и на самом деле на рынке встречается чуть более-менее сложная структура. Но импульсные движения обозначаются все у нас цифрами. То есть, если вы видите на графике цифры, проставил какой-то аналитик, это значит, что он читает, что в данном файле прошел некий тренд. Аб. имеет пять движений. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, можно отчитать там. 1, 2, 3, 4, 5. На графике найти. Мы сейчас, я думаю, еще график с вами посмотрим. Цифрами обозначается тренд. Тренд – это движение наверх либо вниз. Буквами А, В, С, Д, Е обозначаются обычно какие-то коррекции. Зачастую боковые. Потому что есть импульс, а есть обычная реакция, обычная коррекция на какое-то движение. Не может рынок постоянно идти вверх либо вниз. Зачастую происходят как раз-таки вот эти вот боковики. Наша с вами задача – понять. Вот мы посмотрели, допустим, на импульс. 1, 2, 3, 4, 5. Это называется импульс. Обычно на коррекции… Сейчас поменяю цвет. Обычно на коррекции у нас трехволновые. То есть, если импульсные движения подразделяются на 5 волн, 5, 9, 13 и так далее, то коррекционные волны подразделяются на 3 волны. Они очень простые. 1, 2, 3. По завершению вот этой коррекции, по-хорошему, когда мы в восходящем тренде, нужно открывать позицию на покупку. Вверх. И, в принципе, большинство так новичков поступают. Просто взяли вот обычные правила волнового анализа и зашли в сделку. На самом деле, вот эта информация, она правильная, то, что я сейчас я сказал. Здесь все так и есть. Импульс из 5 волн, коррекция из 3. Давайте напишу А, В, С. Буква – это значит, что коррекция. Если предполагается, что у нас формируется коррекция, это значит, что дальше все пойдет по тренду. Вот. То есть нужно в данном случае покупать условно. Но этой информации недостаточно. То есть то, что я изобразил, естественно, я вот здесь покупать не буду. Почему? Потому что если мы все это с вами посмотрели на таймфрейме, к примеру, H1, открыли график, на H1 построили данную структуру, то это ни о чем не говорит. Почему? Потому что вот этот импульс красного цвета, он может быть последним завершающим импульсом глобального движения. Переходим наш 4 на D1, понимаем, что вот этот импульс – это самый конец движения. До этого мы там с евро-доллара уходили с 1.10 до 1.15, а вот это последнее движение – с 1.15 до 1.15.50. И все. И это уже не коррекция формируется, а новый нисходящий тренд. То есть это был конец. Если мы переходим на более крупный таймфрейм и находим, понимаем, что это было началом движения – 1, 2, 3, 4, 5, то, конечно же, на коррекции нужно покупать. К чему я это все говорю? К тому, что новички очень часто задают вопросы, откуда начинать анализировать. Делается это и задаются эти вопросы. Почему? Потому что люди смотрят на один таймфрейм. Ну, самый частый вопрос – на каком-то таймфрейме вы торгуете. Задают мне. Нужно смотреть все таймфреймы. Хотя бы, если бы не все, то на один побольше, на один поменьше вашего рабочего стандарта. Потому что, переходя на более крупный таймфрейм, понимаешь, что этот импульс, он был последним. Он является там… Уже дивергенции на всех таймфреймах стоят. И уже не нужно покупать. Уже вот эти движения пошли вниз против тренда. Нужно продавать. Распознать все вот это можно, только анализируя внутреннюю структуру. То есть, мы берем график. Условно, там, евродоллар подрос с 1,10 до 1,11. Мы переходим на более мелкий таймфрейм, чтобы рассмотреть все вот эти вот движения, поступательные вперед. Мы смотрим, сколько там было движений, делаем небольшие подсчетки и понимаем, что так, по евродоллару прошел импульс. Сейчас смотрю, что формируется там из трех вон коррекция, значит, приоритет наверх. Все. Если вдруг прошла коррекция, то там сверхов, да, каких-то нужно покупать. Если прошла коррекция снизу, нужно продавать. Это если совсем вкратце. Я, наверное… То есть, мы, или вот, занимаемся изучением волновой структуры. Ни один другой анализ этого не делает. Зачастую у нас тренды обрисовываются каналами, какими-то там вилами Эндрюса, там, Вульфа, индикаторы накладываются, берется там, оставляются цели по Фибоначчи. Или вот этим не занимается волновая структура, как раз-таки волновой анализом не занимается изучением внутренней структуры, именно каждого движения, чтобы понять, в какой стадии вообще развития той или иной тенденции мы находимся. Здесь, наверное, лучше сразу сказать, не что такое волновой анализ, а что точно не волновой анализ. Потому что многие новички считают, что волновой анализ – это стратегия. А то, что Юлио там в 50-х годах, в первой половине до этого века, написал стратегию по трейдингу. И, в принципе, имеет право, наверное, так говорить, потому что большинство аналитиков у нас пишут аналитику и говорят, вот я трейдинг там по волнам, трейдинг по основе волнового анализа, я открыл сделку на основе волнового анализа. Я считаю, что это неправильно говорить, потому что волновой анализ – это прогноз. Это прогноз, который говорит, инструмент прогноза, который дает нам повод сказать, что будет приоритетнее. Движение наверх, вниз, какой силы будет движение, какие цели у этого движения, насколько будет быстро движение, а может быть начнется уже боковик. Это никогда не даст никакая трендовая линия. Мы не можем сказать, что трендовая линия произойдет коррекция на 15 пунктов, либо на 2 фигуры. Откуда мы можем это сказать? Это сказать очень сложно. Мы не можем сказать. Мы видим, допустим, индикатор дивергенции на перекупленность, на наличие дивергенции, а график идет дальше, к примеру, вниз и вверх. Человек не понимает, индикатор не работает. На самом деле индикатор работает, только, скажем так, не завершен еще тренд. Поэтому, да. Я думаю, что у многих трейдеров бывали такие моменты, когда ты смотришь на индикатор, тебе его посоветовали, вот кажется, сделал сигнал на продажу, а он идет и идет дальше. Конечно, конечно. Мне вот вчера писал ученик один ссылочку, по-моему, Герчик, проводил какое-то видео, спорили, что лучше быть инвестором или спекулянтом. Возможно, я это не смотрел полностью, возможно, это было немножко другое, может быть, носило характер, но это неверный вопрос изначально. Потому что очевидно, что когда у нас формируются глобальные тренды, очень быстрые, сейчас, допустим, пойдет доллар-рубль на 80, не нужно быть спекулянтом. Ну, условно, я сейчас не говорю, что на 80 мы пошли, просто есть первые предпосылки. Можно просто купить и ждать, не дергаться там на мелких таймфреймах, перезаходить-заходить. Если очевидно становится, что начинается боковик, вы ждете формирования боковика, то какой тут инвестор? Тут не нужно быть инвестором. Мы выходим, инвестору важно время, а поэтому в боковике инвестор теряет не только деньги, но и время. Начинаем спекулировать, то есть покупать там на мелких таймфреймах, закрываться, открываться. Хорошо и то, и другое. Просто нужно иметь, использовать то и другое в разные периоды времени. Тут сразу последнее, что хочу сказать, в плане вот, что такое волновой анализ, чтобы вы понимали, аналогию провести. Есть, к примеру, у нас такие люди, называются синоптики. Они дают прогнозы погоды. Их очень часто не любят, но на самом деле они благодаря каким-то профессиональным навыкам, каким-то инструментарием, научно доказанным делают свой прогноз. Ну, к примеру, вот завтра, 23 июня, там после обеда, вероятность всего, в Петербурге будет дождь. Да, к примеру. Более вероятно, по каким-то там соображениям, потому что зоны низкого давления и так далее и прочее. Тут я точно не разбираюсь. Соответственно, они выдали прогноз. Это и есть волновой анализ. Волновой анализ дал прогноз на то, что приоритетнее движение, допустим, нисходящее, нерезкое, с большими коррекциями. Вот от этого нужно и ждать. Все, что мы должны сделать дальше, это подобрать под конкретную прогноз стратегию. То есть, если я понимаю, что завтра у нас будет после обеда дождь, моя стратегия банально проста. Я беру зонт с утра. Если я, допустим, понимаю, что я вернусь домой вечером. Прогноз есть, принять конкретное решение проще некуда. Если, к примеру, я понимаю, что я ухожу на 2 часа из дома, то я готов рискнуть и, в принципе, зонт не брать. Вот и все. Не является волновой анализ конкретной стратегией. Волновой анализ – это прогноз. Прогноз, который, к сожалению, большинство трейдеров и аналитиков делать очень сложно. Зачастую это как раз-таки варианты buy-stop, sell-stop, либо какая-то интуиция тоже есть в такой момент. Относиться нужно как не к торговой системе, в принципе, а как назван вебинар, как основа торговой системы, которая дает повод сказать, все-таки пойдем мы вниз, вверх с текущих отметок, насколько сильно, насколько мощно. Нужно подключать трендовые стратегии или подключать боковые стратегии в боковике. Можно ли на текущий момент вставать против тренда? Когда-то против тренда вставать абсолютно нормально, когда-то против тренда вставать абсолютно глупо, опасно и не стоит. На все эти вопросы отвечают, как раз-таки, ожидания. Ожидания должны как раз-таки формируются благодаря изучению волновой структуры. Других способов я, к сожалению, к счастью, просто не обнаружил. Вот это вкратце. Фактически в данной ситуации, чтобы завершить аналогию, если ты не взял зонт, значит ты вышел из стеклоса. Можно и так сказать. Просто выбрал другую стратегию, неподходящую по текущей ситуации. У нас все меняется. Сегодня нода вторая. Каждый человек должен анализировать ту сферу, в которой он работает, и принимать какие-то взвешенные решения уже по стратегиям. Стратегии банальные и простые. Взять зонт, это на автомате происходит, но понять, будет дождь или нет, это самая важная проблема. Она уже и занимается профессионалом, в данном случае аналития. Вот и все. Давай резюмируем буквально несколько слов. Я тебе просто расскажу, ты, если что, меня поправишь. То есть волновой анализ, он нам позволяет определить, в какой фазе рынка мы находимся. Безусловно, нужно учитывать различные сочетания таймфреймов. То есть смотреть, к примеру, если у нас аж один рабочий, смотреть четырехчасовой таймфрейм, а дневной таймфрейм для того, чтобы понимать, куда более глобальной перспективе рынок движется. И вот исходя из той формации, которую ты сейчас перед нами нарисовал, то если мы видим, к примеру, эту формацию, которая появляется на нашем рабочем таймфрейме, то наиболее интересная точка для входа, она находится как раз в зоне... Ну, это само по себе стратегия уже на основе волнового анализа есть такая, но в данном случае, да, окончание... Сам по себе АВЦ – это тренд. Только, ну, меньшего, меньшего порядка. Поэтому, когда заканчивается Ц, да, можно либо агрессивность проявить и прям купить, когда он заканчивается, либо уже дождаться, что у нас там рынок нарисует первое движение наверх и купить уже вот... То есть дождаться подтверждения и купить уже вот здесь. Тут уже каждый решает сам, как хочет. Заранее зайти либо с подтверждением. Да, заканчивается Ц, нужно покупать. Ну, если мы рассматриваем, что АВЦ – это коррекция. Да? Фактически, вот в этой формации ты сейчас нарисовал зеленым цветом, уже может начаться формироваться волна АВЦ. Да, ну, тут принцип вложности волн. Я по-другому называю принцип матрешки, когда одно в другом там... Сейчас, допустим, там формируется волна первая на пятиминутках, на там аж четыре уже шестая волна, седьмая волна пошла. Это новичкам сейчас будет очень сложно сказать, и это, наверное, не тематика сегодняшнего вебинара, но, да, у нас там, где закончилась пятое, можно посмотреть спокойно, что это была крупная волна первая, более крупного порядка. Затем прошла вторая, вот такая, вниз. Дальше уже пошла третья. Ну, то есть, все это... Хорошо. То есть, все это, конечно, в комплексе изучается на всех таймфреймах. Своеобразный язык, да, потому что, когда мы общаемся очень часто с учениками, которые уже очень давно в рынке, по телефону очень часто у нас происходит беседование, говорят, вот сейчас там еврик находится третья в С, а все, я там, допустим, там волна пятая в С, таймфреймах четыре. Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду, хотя график мы перед собой не удержимы. Своеобразный язык, который прекрасно становится понятным, что происходит двум людям. Вот еще. Хорошо. Спасибо за твой рисунок, да, за схему, которую ты сейчас обозначил. Вот как раз возвращаюсь к вопросу того, вот как вообще этот язык можно выучить? Вот как ты считаешь, сколько... Я понимаю, что трейдер, ну, я придерживаюсь такого мнения, что трейдер-инвестор – это тот человек, который должен учиться постоянно. Но вот для того, чтобы разобраться в самых основах, да, например, волнового анализа. А как ты считаешь, сколько на это потребуется времени? И, может быть, скажешь, сколько тебе, сколько у тебя времени ушло? Ну да, изучать нужно постоянно. Тут я абсолютно согласен. Нет такого, что изучил что-то и все, и теперь это очень странный подход, я считаю. Многие говорят, что изучать волновой анализ долг, и я считаю, что волновой анализ – это самый простой способ понять динамику рынка. Потому что все, что я сейчас описал, там, тренды-интренды, боковики – это все динамика рынка. И на рынке есть либо динамика восходящая-нисходящая, либо боковик. Это вот комплекс таких вот структурированных движений, и есть, в принципе, то хаотичное движение рынка, которое мы постоянно прогнозируем. Это можно, в принципе, понять динамику рынка. То есть начало или конец, благодаря построению трендовым линиям, каким-то там индикаторам перекупности, переклонности, дивергенции. И у меня, в принципе, есть друзья, знакомые, которые без волнового анализа прекрасно понимают, завершается тренд или нет, по наличию там прямых или косвенных сигналов. Но, извините меня, они торгуют больше десяти лет. То есть можно либо самостоятельно это все научиться, либо есть конкретные правила, описанные или вот там, которые просто соблюдайте, и будет вам результат. Это как изучать какой-то язык. В принципе, волновой анализа тоже самый язык, только гораздо проще изучать. Хотите изучить, к примеру, итальянский язык, вы можете брать книжки, преподавателя, изучать. Потом, когда вы поняли, что изучили, приехать в Италию, начать говорить, вас понимают, все, вы достигли результата. А можно сразу поехать в Италию жить и, не понимая самих формул, правил, вы там через полгода, через год будете очень неплохо разговаривать на разговорном итальянском языке и не понимать, как это, допустим, с точки зрения правил у вас происходит. На рынке точно так же. Можно либо выдать правила и научиться быстро, да, быстро, гораздо быстрее. А можно вот так вот тыркаться, мыкаться и изучать рынок благодаря каким-то построениям собственным наблюдением за рынком, в принципе, чем занимался Элиот. Но, к сожалению, здесь, если вы приехали в Италию и вас понимают, то вы понимаете, что вы разговариваете хорошо. На рынке, к сожалению, нет такого показателя, который говорит, что вот я прав. Потому что сделал качественный прогноз, а успешная сделка по нему – это не показатель того, что прогноз был успешным. У меня бывает куча случаев, когда прогноз успешный и ты на нем не заработал. Ну, так случилось. Стратегию неправильно подобрал. Стоплос не 15 пунктов нужно было ставить, а 16. А бывают ситуации, когда прогноз неверный, но ты взял, зашел, еще и заработал. Там против трендов стал говорить, что пронесло. То есть такое тоже бывает. На рынке нельзя так, что успешный прогноз, и ты думаешь, что вот это значит заработал, это значит сделал правильно. К сожалению, все чуть сложнее. Сколько изучать? Недолго. Теорию изучать абсолютно недолго, особенно если воспользоваться помощью профессионалов. Здесь можно… У меня был ученик, который за один день прочитал всю книгу Иллиотта и пришел на следующий день с вопросами. Я был настолько удивлен, но было очень интересно. Обычно месяц-два – это выше крыши для того, чтобы всю теорию выучить, всю книжку прочитать, выучить, понять. Но уже навыки, практика – это месяца, годы тренировки. И здесь не так, что вот я сколько-то месяцев прошел, я выучил, я понял, научился. Нет, это постоянный процесс, который чем дальше, чем больше у тебя опыта, тем, естественно, лучше результаты. Можно даже не лучше результаты, проще даются эти результаты. Потому что изначально, к примеру, там… Ну, вот мы с учениками разбираем рынок детально, можем инструмент разобрать целый час. От крупного таймфрейма, там, месячный, до пятиминутного. У нас уходит час времени, и это, в принципе, нормально. Но мы прекрасно понимаем, чего ждать от рынка дальше. А у меня, к примеру, уходит на это уже минут пять, может быть, даже меньше. Может быть, вообще не уходит, потому что там особо ничего не изменялось, все так и есть. То есть у меня просто большой опыт, я уже это делаю очень быстро. Поэтому изучать нужно, практиковаться постоянно. Нет такого уровня, когда ты можешь говорить, что все, все отлично. Обычно от усердия зависит. Но я думаю, что такому предмету, как трейдинг, в принципе, и волновой анализ, в частности, там, не года нужно изучать, а браться просто месяц-два и уже в тему вникать, активно дальше просто практиковаться. Уже от того, как пойдет практика, насколько успешно было все закреплено, там уже результат будет соответствующий. Ну, а то все по-разному абсолютно. Кому-то и 10 лет не хватает, кто-то за пару недель там все быстро въехал в тему, как говорится, понял и уже на одном языке разговаривал. Поэтому все по-разному абсолютно. А, я изучал... Да, последнее что скажу, потом вопрос был... Согласен с тобой. Я где-то теорию изучил, ну, наверное, месяц-два. Но я книжку читал самостоятельно, это было, конечно, жестоко. Потому что, ну, без объяснения того, что и как, нужно потратить время, перечитывать неоднократно. Это непросто. Вот. Не знаю почему, он потому что переведен с английского, может потому что, опять же, нет у кого-то практического сразу применения, потому что основная, основной минус чтения книг то, что, ну, это знания. Просто знания, которые объективно хороши, но как именно конкретно применить сейчас вот под евро-доллар, это основная проблема, которая при вообще работе с любой книгой. Вот. А вот ты сейчас о какой именно книге говоришь? Потому что я посмотрел, да, есть ряд авторов, да, кто переписывал эту теорию. Вот на ком бы ты порекомендовал остановиться, да, на какой книге, если вот наши слушатели после этого вебинара решат изучить, да углубиться в этот... Вот я в чате написал, но, в принципе, его-то ключ к пониманию рынка. Это, в принципе, издание книга проектора. Просто проектора. Это, в принципе, называется в узком нашем кругу Библия Лилиотчика. Вот. Поэтому что-то лучше, что-то там еще. Есть еще разные ответвления. Там каждый как хочет переделывает, переписывает теорию, но основа это вот эта книжка. В принципе, этого хватит. Ну вот, кстати, да, ты сейчас сказал то, что все, ну, многие трейдеры, многие аналитики несколько используют этот подход по-разному. А вот как ты считаешь, на что стоит обращать внимание, чтобы понять, в принципе, что это именно Эллиот, а не какая-то вольная его интерпретация. Потому что есть большое количество трейдеров, даже вот я знаю одного, который изучением, даже вот именно не трейдингом, а изучением волновой теории, занимаются уже, наверное, лет десять. Не уверен, использует ли он это на практике и торгует, но изучает он очень долго этот подход. Не знаю, изучил ли он его уже до конца. Я, конечно, знаю в этом трейдере. На что обращать внимание? Ну, смотрите, значит, нужно обращать внимание, прежде всего, на то, как соблюдает правила человека. Потому что если мы знаем основные наши ресурсы, которые есть в интернете, среди трейдеров это инвестинг, это смарт-лаб, это какие-то форумы крупных брокеров, обычно смотришь на разметку и понимаешь, что здесь искать нечего, потому что человек чертит так, как он хочет, смотря куда пойдет в какую сторону. Пошла волна наверх, чертится волна W наверх, пошла волна вниз, чертится волна вниз. Ну, то есть это следование за рынком, полному анализу это отношение не имеет. Не соблюдается абсолютно правило. И, естественно, таких большинство, к сожалению, я считаю, что где-то 8, а то и 9, и 10 трейдеров-аналитиков волнового анализа это не совсем правильно, они все применяют, но заявляют, что это волновой анализ. Я, к примеру, не рад в своей статье, в своей аналитике не пишу, что это волновой анализ Вадима Иткулова. Ну, кроме как на вашем сайте, потому что там, в принципе, правила я соблюдаю, но только волновой анализ, ничего больше. Нужно, чтобы человек соблюдал правила. А чтобы понять, что он их соблюдает, нужно изучить. Самые такие яркие моменты, которые говорят, что нет, вот этот человек не волновик, и не нужно точно за него браться, это, естественно, отсутствие разметки. То есть, когда вы видите, что на графике просто там какие-то проведены трендовые линии, без самих остановки букв и цифр, это сразу нет. Сразу что можно еще подсказать, это наличие вот таких вот букв, сейчас я их обозначу, как тура, есть такие еще буквы, помимо 1, 2, 3, 4, 5, E, A, B, C, D, E, есть еще буквы W, X, Y и Z, особенно Z. Это очень сложные коррекции, очень сложная комбинация коррекций, которая очень часто встречается, но чем больше у человека вот таких вот букв на графике, тем меньше он у него отчет, потому что, ну, опять же, не буду говорить почему, это просто такой яркий сигнал того, что лучше сторониться на таких аналитиках. Вот, наверное, два таких самых главных критерия. Ну и плюс, наверное, человек должен просто менять какую-то разметку очень быстро, в случае, если срабатывает какой-то уровень отрицания сценария. Когда человек тянет, тянет, тянет с ней, до тех пор пока не развернется, ну, тоже, наверное, не совсем это или очек, а просто разметить-то можно все, что угодно, как угодно, ну, при недостатке, конечно, понимания. Ну, вот такие яркие моменты, которые говорят, что человек абсолютно неправильный. аферист по-простому. Понял тебя. Как мы говорили в самом начале, у нас будет момент, когда мы откроем терминал и ты нам покажешь на примере какого-то инструмента вот данный разбор. Поэтому сейчас основных участников, кто сейчас находится в чате, напишите, пожалуйста, давайте проведем такой небольшой опрос, какой инструмент вы напишите, там, большее количество раз, там, валютные пары, сырье, то есть что вам интересно сейчас посмотреть. Мы уделим внимание одному инструменту, сейчас Вадим его для нас разберет. Ну, вот пока у нас участники пишут. Какой, в принципе, твой любимый инструмент? Любимого инструмента у меня нет, все хороши. Есть инструменты, которые какой-то период времени совсем интересны с точки зрения торговли. У меня в последнее время негативный инструмент, который мне не нравится, это, наверное, продолжается в последние года два, это доллар-иена. Доллар-иена, потому что она попала очень такой жестокий глобальный боковик, я считаю, и торговля в боковиках очень-очень-очень, ну, понятно, она очень проста, что нужно покупать в нижней, продавать в верхней границе, но людям же недостаточно, там, одного сигнала в полгода. Нужно стараться искать какие-то конкретные точки, там, сегодня, завтра, а это очень сложно. Вот, поэтому доллар-иена мне в последнее время очень не нравится, а так, в принципе, без разницы. Вообще, в принципе, иена, что с ней связано, фунт-иена, евро-иена, доллар-иена. Вот, а любимые по-разному. Сейчас нет такого инструмента, который прям совсем... Все хороши. Я понял. Ну вот, пока ты отвечал, я примерно подсчитал, да, какое количество было голосов удано за инструменты, которые люди написали, и пока лидирует евро-доллар. Ну, я думаю, что для тех, кто не имеет опыта, да, в торговле, возможно, только начинает, это будет в любом случае полезно познакомиться с тем инструментом, да, вот на основе нового анализа, с которым трейдер уже знаком. Поэтому давай посмотрим пару евро-доллар, возможно, на наших следующих вебинарах или в твоих обзорах уже наши слушатели смогут... Евро-доллар, это евро-доллар. Сразу скажу, что я описывать все точно не буду, потому что это очень много времени займет, особенно для новичков, точно это будет бесполезно. Просто сама суть. Евро-доллар, вот, если смотреть на, к примеру, самый крупный тэнфрейм месячный, то, что ближе к нам, это понимание открылось, да? Видно? Да. Да, Вадим, вот сейчас я тебя перебью. Если, коллеги, если у вас изображение мое, да, накладывается на экран, то в правом верхнем углу есть стрелка вправо, которая убирает чат, вот, пожалуйста, нажмите на нее, и тогда у вас график будет виден в полном размере, то есть ничего мешать обзору не будет. Собственно, валютная фара евро-доллар. Мы видим, что на крупном тэнфрейме у нас как раз таки формируется, вероятнее всего, коррекция вот к этому импульсу, то есть прошло масштабное снижение, и затем пошла боковая коррекция. И сейчас, с точки зрения, сразу буду переходить на практику, чтобы много времени не затягивать, по-хорошему, сейчас три сценария. Первый говорит о том, что у нас формируется, продолжается формирование боковика. Это я сейчас анализирую без волнового анализа, как это обычно происходит. То есть формируется боковик, четкие границы, но, вероятнее всего, нужно дождаться тут небольшого роста, продавать отсюда, сюда, и вот так вот торговать до бесконечности, пока мы не выйдем. Это первый сценарий. Второй сценарий нам говорит о том, что на самом деле у нас вот здесь вот уже прошло движение, то есть был боковичок. Тут даже можно распознать треугольник на мелких тэнфреймах. Это даже не по новому анализу, то есть это просто фигура графического анализа 1, 2, 3, 4, 5. Произошел выход. Это вот коррекция так называемая, W, X, Y. И дальше идем вниз. То есть сейчас нужно евродула просто продавать, и мы настолько сильно высоко подросли, что еще лучше будут продажи с текущей, чем это было там месяц-два назад. Это сценарий. А третий сценарий говорит о том, что на самом деле мы вот здесь сделали ложный вынос, как часто говорят по объемному анализу стопов, да, и рынок спокойненько сейчас пойдет в верхние границы куда-нибудь на 1,26. Понятно, что сценарий абсолютно разный. Что делать? По-хорошему, как часто это происходит, трейдер либо ждет пробоя верхней границы, вот здесь вставать в покупку, либо пробоя нижней, вставать на продажу. Как все это вижу я. С точки зрения валовой структуры, опять же, не буду пояснять, это долго, но с точки зрения, опять же, соблюдения всех правил, я считаю, что завершилась у нас коррекция вот здесь. То есть я перешел на таймфрейм дневной. Вот у нас был тренд нисходящий. Тоже веки структуры. 1, 2, 3, 4, 5. Завершилась вот здесь. А дальше пошла боковая коррекция в формате А, В и С. Она завершилась. И пошел снова нисходящий тренд. Прошло первое движение. Завершилась коррекция, считаю, что завершилась. Очень глубокая коррекция прошла. Больше, чем 62% поначи. Это существенно. И жду нисходящую динамику. То есть, с точки зрения постпробойной какой-то торговли, сейчас непонятно, покупать, продавать или что. Сейчас вообще находимся на нижней границе боковика. Вот здесь. Но с точки зрения волнового анализа, я предполагаю, что движение наверх вот это было завершено. Все. Оно завершилось. Это мне развязывает трансбурки в плане торговой стратегии. Я уже понимаю, что... Так. Мы тут с учениками разрисовывали, поэтому... Куча лишнего. Сейчас поудаляю. Ну, ладно. Здесь я уже прекрасно понимаю на мелких таймфреймах, что у нас прошло тоже первое нисходящее движение. После вот этих вот верхов мы максимум поставили по евро. Прошло первое движение, коррекция прошла. И снова движение, коррекция. В общем, я здесь ожидаю пробоя линии поддержки вот этой и ухода вниз. То есть, с прогнозом я определился. Я прекрасно понимаю, что нужно продавать. Теперь, понимая прогноз, то есть, я понимаю, что у нас завтра будет дождь, переводя, опять же, на тот пример, я подбираю конкретную стратегию. «Так, Вадим, тебе нужно продавать. Как можно продавать?» А это уже очень просто. Кто как хочет, так и продает. Кто-то найдет точки на сигнал на продажу, на кинесику, от уровня процента. Кто-то найдет сигнал на основе индикатора, кто-то на основе индикатора магии, кто-то построит линию поддержки сопротивления, кто-то найдет разворотный сигнал по Фибоначчи, кто-то там, не знаю, по интуиции найдет. Не важно. Просто сигнал на продажу. Я, к примеру, опять же, ищу комплексов сигналов. К примеру, Фибоначчи здесь и ледня поддержки тоже. Видите, как очень неплохо сработало. То есть, как раз таки вот здесь я ждал отбоя. То есть, это был ключевой уровень. Здесь ученики и подписчики не дадут соврать. Я знаю, что они присутствуют в чате. У нас был основной прогноз, что после пробоя нужно продавать, именно вот продавать, вставать среднесрочно. Не так, что там 15 пунктов. Потому что, ну, от любой линии можно купить, продать пунктов на 15, а можно на 2 фигуры. Это продажа. Возможно ли возврат снова к этой линии? Ну, к примеру, будет плоская коррекция. Такое возможно. 1, 2, к примеру, 3. Конечно, такой сценарий для меня возможно. Но он пока для меня, к примеру, альтернативный. Потому что все идет вниз. Неплохие, в принципе, у нас шансы нисходящей тенденции. Снова переношу какую-нибудь там линию поддержки и сопротивления. Вижу, что нужно продавать. Канал нисходящий. Пока мы находимся в рамках вот этого нисходящего канала, нужно продавать. Ждать пробоя линии поддержки. Вот у меня такой базовый сценарий. Где я и самый, естественно, хороший уровень точки на продажу, это вот здесь. Линия сопротивления. Ну, нисходящим сопротивлением продаем, восходящим поддержкой покупаем. Проще некуда. Если вдруг я вижу, что цена пробивается, что-то здесь пошло не так, не в рамках моего сценария, я быстренько что-то меняю, разметку, понимаю, что второй уровень я буду продавать это вот здесь. Ну, а если дата вот здесь идет снова наверх, я могу либо просто поставить стоп и уехать куда-нибудь и не смотреть, а могу просто чуть раньше понять, что что-то здесь я намудрил, и нужно уже позицию изначально закрывать. Но вот это уже только поступает по-разному. Бывает влезешь в сделку, еще и хуже сделаешь, а бывает наоборот лучше. Поэтому тут тоже такой подход. Но, опять же, простота входа, когда ты понимаешь, что все идет вниз, нужно продавать очень... Каждый, кто как хочет, так и входит. Сопротивление одежки, фибоначчи, индикаторы, не важно. Главное понять, в какой уровень уже мы точно не возьмем, какие у нас цели, и вниз или вверх все-таки мы пойдем. Вот я считаю, что мы пойдем вниз. То есть нужно продавать. Я считаю, что готовится нисходящая тенденция серьезная в район 1 и 2. То есть я предполагаю и рекомендую входить среднесрочно. Не так, что там фиксировать прибыль через 15 пунктов, а выходить, как это, к примеру, там, где... Не знаю, по фунту, к примеру, вот сейчас можно такую стратегию взять по еврофунту. А здесь прям конкретно продавать, среднесрочно занимать позиции, не закрываться через 5 пунктов, набирать позицию. Стоп-лосс понятен за ближайший максимум. Калькосрочные стопы чуть поближе находятся. Цели понятны. Там ближайший возврат куда-нибудь, там, по расширению Фибоначчи цель выставляется. Все, все понятно и просто. Нет такого, что я встану на... Сейчас вот я, ну, штука послушаю. Основная проблема и... Точнее, не проблема, а подход. Вот есть поддержка, пробьется, нужно продавать. Вот сейчас пробьем, вот здесь вот закрепимся, нужно продавать. Это да, но можно лучше прогнозировать. И более того, я хочу сказать, что если мы закрепимся ниже поддержки, это будет не самый хороший основ на продажу, потому что есть вариант сейчас, или очки тоже не дадутся врать, это вариант такого сужения диапазона, конечной диагонали, когда 1, 2, 3, 4, 5, и резкий выход наверх. А мы здесь продаем. Поэтому... Вот. Полное понимание. Книжка называется «Понимание рынка». Все, что я хочу от себя и тех учеников, которым даю и подписчикам свои рекомендации, это чтобы мы понимали полностью рынок. Если все идет в нашу сторону, отлично, торгуем, продолжаем, что-то пошло не так, закрываемся, уносим ноги. Вот и все. Так что вот с точки зрения евро-доллара, да. Главное, как у многих трейдеров бывает, начинают продавать по низам, покупать по самым верхам. От ними никак не избавиться, если не поменять подход. Это проблема в подходе абсолютно. Чем хороши вот отложные ордеры «Бэйстоп-сул-стоп», когда вы по ним торгуете, замки так называемые, это когда если глянуть на график, то видно краски картин, ссылы вот здесь сосредоточены, здесь бои сосредоточены. Вот это такая торговля у 90% трейдеров. Конечно, этот подход нужно менять, а менять его нужно опять же, понимая, понимая, завершается у нас тренд, либо он начинается. По-другому никак. Ну, можно бы как-то по-другому, но вот самый простой подход, еще раз, это подход у нового анализа. Самый простой я несу. Понял тебя. Да. Понял. Понял. Хорошо. Мы приоткрыли немного завесу для наших слушателей, как же анализировать рынок. Я думаю, сейчас надо остановить тогда терминал, остановить демонстрацию. Так, мне кажется, перестал слышать. Вот, все, сейчас тебя слышу, сейчас слышу. Попал на какое-то время. Так, сейчас, как слышно. И давай перейдем к тем вопросам, которые были отправлены до вебинара, и зачитаем те вопросы, которые были. Вот я, наверное, начну с тех вопросов, которые были отправлены. На самом деле, на некоторые из них ты уже ответил. То есть, были вопросы, как ориентироваться по входу. То есть, здесь мы уже разобрали, что нужно отслеживать, во-первых, разные таймфреймы. То есть, если сигнал появляется на часовом таймфрейме, то важно применять это именно на рабочем таймфрейме и выбирать точку входа именно там. Ну, вот был такой вопрос, который, возможно, ты сможешь ответить в нескольких словах, буквально несколько слов. Есть ли какие-то сочетания между, к примеру, волнами Эллиот, Виллами Эндрюса и углов Гана? Опять же, вопрос только... Попробовал их зачитать и, может быть... Вопросы, которые... Вот, тут один вопрос был. Да. Вадим? Слышно меня хорошо? Отлично. Вот. Был вопрос касательно того, какие индикаторы вы тоже используете в волновой теории, кроме волновой теории и своей торговой стратегии. Это, в принципе, вопросы такие, на них стыкуются. Значит, волновой анализ, еще раз скажу, это прогноз. Это прогноз для того, чтобы понять, куда все это пойдет. Куда пойдет, как сильно пойдет, какие цели, какие уровни стоп-лосса, есть отрицание сценария. В дальнейшем можно находить точку входа по Виллам Эндрюса. Я, естественно, Вилл Эндрюса не использовал, но Ганна тоже не использовал. Я точно не эксперт в этих конкретных инструментах анализа. Все, что угодно, можно использовать в дальнейшем. На любой вкус и цвет, как говорится. Я в рамках вот стратегии, которые я даю своим подписчикам, обычно использую стандартные адекватные подходы. Идет тренд в скользящие средние полосы Боинджера, в боковик основные осцилляторы полосы Боинджера. Завершается тренд подтверждения индикатора МАКДИ. По тренду, конечно же, поддержки сопротивления, конечно же, уровень выставления, понимание того, куда все это идет, это уровни Фибоначчи, расширения Фибоначчи. Кто-то допускает, использует, в совершенстве владеет разворотными свечными анализами, свечными анализами разворотной фигуры. Пожалуйста, такие проблемы. Поэтому здесь уже кто на что больше тянет. Поэтому я говорю, что волновой анализ абсолютно внедряется в любую торговую стратегию, торговую систему, являясь некой базой. Хотя бы на начальном уровне. Не нужно разбираться там, как я. Потому что я волновой анализ считаю, что владею очень-очень неплохо. Можно просто хотя бы на каких-то банальных базовых уровнях. Вот и все. Поэтому сочетаются, я думаю, неплохо, если понимание идет, куда прогноз. На мойске там вилы, уровни любые, неважно какие, и от них уже начинаете действовать. Потому что уровень он виден. Там мы видим горизонтальный уровень, какой угодно, неважно откуда он получен. Объемный, мюррей, горизонтальный, психологический, ган, еще все что угодно. Кибоначчи. Но отскочит или нет? Насколько отскочит? Будет ли пробивать или нет? Это вопрос уже к раски полного ума анализа. Вот такой вот мой подход. Спасибо. Коллеги, я напоминаю, что сейчас вы можете написать ваши вопросы в раздел «Вопросы» на площадке вебинаров, и Вадим на них нам ответит в оставшееся время. Пока их написано всего несколько. Поэтому призываю вас это сделать. И то, что вы хотели узнать о Эллиоте в данном подходе, написать сейчас здесь. Вот вижу вопрос по поводу частоты аналитики. Так как мы уже с Вадимом договорились, то что ориентировочно каждый понедельник волновой анализ будет добавляться на сайте Admiral Markets в разделе «Волновой анализ». И вы его, собственно, сможете смотреть. Вижу вопрос от Сергея. По валютным парам мы уже несколько поговорили, по каким Вадим торгует. Как я отношусь к тому, что не знаю абсолютно никак. Я так понимаю, что это некий такой комплексный подход к анализу. Я, наверное, понимаю тех людей, о которых вы говорите, задавая данный вопрос. Потому что много аналитиков изучаю, смотрю, которые, как-никак, являются, вероятнее всего, конкурентами. Поэтому рынок отслеживаем. Я считаю, что комплексный анализ – это немножко по-другому. Многие считают, что комплексный анализ – это когда вы используете все, что можно. Ну, условно, послушали фундаментального аналитика, волнового аналитика, технического, накинули там пару индикаторов, посмотрели уровень Хибоначчи, и все это в комплексе применили. Я считаю, что немножко неверно, потому что все это абсолютно разное. И лучший комплексный анализ, на мой взгляд, это анализ разных таймфреймов. То есть комплексный анализ – это когда вы используете разные таймфреймы. Вот в этом я заключаю смысл там комплексного. А насчет межрыночного построения, особенно построения каких-то корреляций, я отношусь очень негативно. Все эти корреляции, все эти вот моменты, которые вроде как кажутся, что они постоянные, но быстро меняются. Там сегодня парадигма одна, завтра другая. Я это, знаете, как обычно соотношу, провожу параллели следующие. У нас постоянная дискуссия в обществе, что все-таки глобальное потепление или глобальное похолодание. На самом деле, вероятнее всего, мы живем в период многовековой, когда температура выше скобзящей средней растет, к примеру, потепление. Закончится там наша жизнь. Наши там дети, внуки будут расти уже во время, когда будет там глобальное похолодание. То есть температура будет снижаться. Все хаотично, а мы постоянно спорим насчет того, что там лучше, что хуже. Просто нужно использовать то, что сейчас. Поэтому никак не отношусь к межрыночному анализу. Я не знаю его. Я считаю, что комплексный подход немножко в другом, а корреляция – это вред. Потому что приводит к каким-то… Ну, корреляция – это нечто постоянное. Я говорю это не голословно. Я очень много работал в судне, которые большую часть времени потратили на развитие корреляций, всяких роботов писали на корреляциях. Но я прекрасно понимаю, как это все устроено. Доходность не самая большая. А риски, ну, очень большие. Поэтому, конечно, конечно, с доходностью. Риски могут быть какой-нибудь форс-мажор и ноль на счете. Ну, какой-то форс-мажор. Это движения, в принципе, адекватные. Такие часто проходят. Ну, которые мы там все знаем по фунту, по ене. Последнее время летают. Вот. Понял. Вот появился вопрос касательно, можно ли прогнозировать только с точки зрения технического анализа. Вот как раз хотел немножко его дополнить. И как ты, в принципе, сопоставляешь свой подход именно с фундаментальным данным? Да. То есть, с теми ситуациями. Да. Как бы вопрос ответить. Значит, я считаю, что фундаментальный анализ – это реальный сектор. То есть, те показатели, которые мы отслеживаем. Ну, в частности, люди отслеживают. Я не отслеживаю. Правда, технического календаря – это нечто реальное. То есть, действительно, для сектора реально важно, будет ставка такая или такая. Какой там процент, какой там PPI в акции. Какие-то дивиденды будут выплачивать. Где-то там обвалилось что-то, встретились с кем-то. Кто-то что-то сказал – это важно для реального сектора. Мы, к сожалению или к счастью, имеем дело с сектором виртуальной. Где большая толпа людей, масса, просто торгуют. И у них все входит от одной области суперпозитива в другой – супернегатива. Поэтому фундаментальные анализы я не отслеживаю. Насчет вопроса про технический анализ. Я считаю, что вообще все, что я сейчас сказал, все, что говорил – это касательно трейдеров. Для того, чтобы быть инвестором, нужно все то же самое применять, только на очень маленьком уровне. То есть, если вы смотрите вокруг себя и видите, что все говорят, что рубль прошел свой пик, теперь рубль будет укрепляться, станции сняты, все бабушки об этом знают, все бабушки уже поменяли доллары на рубли, а это значит, что тренд на укрепление рубля завершен. Это самое простое, это волновой анализ в самом простейшем виде. Для того, чтобы это подтвердить, можно уже посмотреть график, но, в принципе, это уже кто хочет. Это без технического анализа. Когда вы просто смотрите и РБК включаете, вам говорят, что акции Фейсбука нужно брать, они бьют доходность, уже каждый третий месяц, десятый месяц подряд растут, это значит, что тренд вероятнее всего завершается. Никогда рекомендация на основе такого-то, то, что везде все уже слышат, все это уже, ну, не могут все заработать. Не потому, что это рынок таков, это закон полости, а потому, что это обычный процесс, что о идее на покупку-продажу вначале знает, никто не знает, страшно покупать, страшно было продавать нефть, когда она была 55 на максимальных значениях, потому, что она росла, а сейчас уже не страшно, сейчас уже никому не страшно нефть продавать, уже все могут продать, поэтому, ну, это момент такой психологический и больше эмоциональный, поэтому можно, конечно же, без технического анализа анализировать все это, но это нужно быть инвестором с большим депозитом и, в принципе, просто вот со стороны на все это дело смотреть, чтобы, по крайней мере, не допускать ошибок, вроде покупки, там, доллара на 80, продажи на 55, но вот к фундаментальным анализам, нет, я никак не отношусь, считаю, что это анализ реального сектора, реальный сектор с виртуальным, они не пересекаются, вот, в той степени, в которой нужно трейдер. Я вот пока-то рассказывал, сразу же вспомнил историю про, кажется, это был Джесси Левермор, может быть, это он, но история заключалась в том, что перед как раз одним из кризисов в Америке, он продал свои акции, и когда к нему пришли, спросили, а почему ты это сделал, то есть у тебя была какая-то информация, и он ответил, что когда он пришел в очередной раз перед работой почистить свои ботинки, и когда чистильщик обуви ему сказал, что он тоже находится в этих акциях, он понял, что все, пришло время их продавать, потому что рынок уже перенасыщен, то есть вот такая интересная история, кажется, это был Джесси Левер, возможно, кто-то другой. Вот у нас следующий вопрос появился, он касается процентов, вот Дмитрий задает вопрос, какой процент прибыли за год при работе на финансовых рынках считается хорошим? Вадим, как ты считаешь, какой результат для тебя хорош в этом отношении, потому что я понимаю, что в зависимости от рисков, аппетита к риску эти результаты будут варьироваться, потому что чем больше риски, тем больше доход. Вопрос, наверное, для каждого по-разному. Я могу просто сказать свой опыт, у меня по-разному были периоды, когда я торговал очень небольшими объемами, точнее не большими объемами, а небольшим плечом, то есть практически на свои средства, не на заемные. Конечно, в этот период времени процент доходности 10% в месяц, это очень хорошо, 5-10%. Это был фондовый рынок, это замечательно. Сейчас я торгую больше, наверное, какие-то точечные сделки на мелких таймфреймах, потому что, когда имеешь возможность анализировать на мелких таймфреймах, предугадывать какие-то быстрые движения в рамках дня, и почему этим не воспользоваться. Поэтому я сейчас больше торгую в рамках дня, какие-то ловлю движения. В последнее время, потому что рынок в основном был флетовый, в последние, наверное, года 3, в целом евро, фунт. Там были, конечно, какие-то масштабные движения, в целом все более-менее на одном уровне. Поэтому движение с хорошим соотношением 100% и профит пытаюсь ловить, и объем точной сделки не так, что там зашел, потом через 15 пунктов усреднился, потом через 50 усреднился и так далее. Просто одна конкретная сделка, да-да, нет-нет, как говорится. Поэтому риск закладываю процента 2-3. Вот иногда 5, если хорошая сделка. Ну и, соответственно, доходность может быть и 30-50% в месяц. Это для меня нормально. Но я прекрасно понимаю, что это не основной депозит. Это просто вот... Ну не то, чтобы разгон счетов. Так нельзя назвать, наверное. Это торговля именно такая точечная. Поэтому это для меня нормально, к примеру. Риски у меня обычно, просадки, ну, больше там 30% я стараюсь не допускать. Неважно на каком счете. Вот в целом, да, дальше на супер там рисковом счете. Ну вот, наверное, так. У каждого по-разному. Я общаюсь с инвесторами. Кому-то достаточно и там 5% в месяц его это нормально устраивает. Ну, у него такой аппетит. А кому-то скажут, что вот в прошлом месяце я там сделал 10% засмеют. Скажут, а я сегодня сделал 120. И, ну, это важно. Мы все знаем, что можно за день сделать и 300, и 500. по вопросу, какими рисками и каким объемом. Поэтому, ну, это уже такой момент каждому своему. Какой депозит тоже не важно. Да, согласен. И о рисках важно помнить всегда. А вот дальше вопрос касательно жестких правил. Да, волновой теории, я думаю, ты его видишь. То есть, как ты можешь это... Ну, пока еще вопрос. Риски, это, в принципе, самое изначальное. Самое главное правило, в принципе, всего и вся, это не нести убытков, а прибыль придет, когда будет благоприятная для этого грит. Вот у нас, к сожалению, зачастую думают только о профите, не о рисках, это, конечно, да. Так, чей вопрос... Так, а, все, вижу. Угу. А, предпоследний вопрос по поводу жестких правил волновой теории. То есть, есть ли какая-то лайт-версия, что называется, да, или... Нет, ну, насчет правил нужно соблюдать 100%. Да, все правила. То есть, правил их настолько немного, что их не соблюдать. Ну, я не знаю, почему, какие могут быть вообще вопросы. Правил не много, их нужно соблюдать. В дальнейшем у волнового анализа есть нормы, которые позволяют отсеивать лишние сценарии. Ну, к примеру, вот у меня есть сценарий сейчас по евро там вверх-вниз, нет, точнее так, вбок и вниз, да, к примеру. Один из них, а норма какая-нибудь там или вот так, говорит о том, что больше нужно склоняться к продаже. Поэтому нормами уже идет коррекция отсеивания каких-то левых сценариев. Поэтому правила, конечно, жесткие. Ну, а нормы уже для того, чтобы просто с лучшим соотношением там риск, прибыль, торговать, вот и все. Это для меня очень важно. Если правило не соблюдается, я за последние вот, наверное, вот у меня обычно какая-нибудь ошибка возникает там раз в квартал. Вот я буквально вижу, что давал какой-нибудь там прогноз, еще там озвучил его, потом вижу, что там на самом деле там четвертая с первой пересеклась или где-нибудь там что-то я напортачил. Но это бывает очень-очень редко. Поэтому нужно стараться правило соблюдать. это единственный критерий того, что вы на правильном пути. Потому что доходная сделка это не значит, что у вас прибыльная торговая стратегия. Даже в рамках негативной торговой стратегии могут быть прибыльные сделки. Поэтому это очень сложный вопрос. Нужно все-таки соблюдать правила. Понял. Мы вот с тобой обсуждали уже различные таймфреймы, которые ты выбираешь, которые ты комбинируешь. А какой для тебя... Я не могу ответить вопрос, потому что я считаю его некорректным. Так задают все, большинство людей. У меня вот... Все, кто посещает мой вебинар, знают. У меня разметка есть на таймфрейме. Первая разметка недельный, там дневной. Вторая разметка это там H4, H1. Третья разметка... Ну там нету разметки. Там просто уже в рамках конкретно сегодняшнего дня, конкретной текущей недели. Я строю просто линии поддержки и сопротивления. Разметку не ношу, потому что она очень быстро меняется. Это больше какая-то канцелярская уже работа, не совсем интересная. Поэтому три таймфрейма. Старший и средний меняются очень редко. У меня бывают прогнозы, вот висят. Можете зайти посмотреть, там, например, «Алмаркет» тот же самый раздел «Волновый анализ». Ну там бывает прогноз «Три месяца висит» и что его менять? Все то же самое. Вот. А уже в рамках дня я использую зачастую не волновую структуру, разметку, а уже банально трендовые линии, индикаторы, которые, ну опять же, понимая, что происходит на старшем таймфрейме. Вот и все. А какой использую? У меня три таймфрейма. Три графика плюс четвертый. Это вот конкретно там пятиминутка, минутка и все прочее. Понял. Здесь самое важное в любом случае, чтобы соотносился таймфрейм с целями. То есть, ну, условно, если входить на пятиминутном таймфрейме, то ставить их профит на дневном или на недельном, ну, наверное, нет никакого смысла. Согласен. Единственное, только дополню быстренько, что… Совершенно да. Часто с учениками, когда был период, я очень часто проводил очные мероприятия, в принципе, в рамках «Алмаркетс» в Петербурге, часто люди приходят, убыточная сделка, покажите. Показывает человек продажи. Допустим, на каком таймфрейме смотрели? На M15. Я говорю, перейдите на H1, переходим на H1, а там, ну, просто такая поддержка прошла, что продавать на ней, но это нужно… Очень странно. Вот. Поэтому просто вот такие вот… А нужно всего лишь одну кнопочку нажать, перейти на таймфрейм H1 и понять, что я что-то не то делаю. Это настолько просто, но почему-то в тупик ставят всех, что где выдаешься. Поэтому, когда вы меняете таймфрейм, вы просто уменьшаете свои риски. Банально. Вот и все. Понял тебя. Спасибо за ответы. Я думаю, что на сегодня будем завершать наш вебинар. Небольшое, наверное, объявление для всех участников. Мы с Вадимом также готовим такой небольшой материал для как раз тех трейдеров, кто планирует для себя освоить волновой анализ. В ближайшее время она появится на сайте Admiral Markets. Мы обязательно вас оповестим это отдельной рассылкой и вы эту информацию сможете получить. Спасибо, Вадим, что нашел время, что посетил наш вебинар сегодня. Спасибо, что пригласил. Я только за таких мероприятий. Вот если принесут пользу хотя бы там части людей, я, в сути, не прохит проводить их и чаще. Ну и в завершение, что бы ты сказал Эллиоту, если бы его, выйдя сейчас вечером на улицу, встретил? Спасибо. Спасибо. Безусловно, спасибо. Потому что человек проделал очень большой труд. И не пользовался этим трудом, это очень странно. Потому что все, кто приходит, начинают изобретать азбуку, велосипед заново. Хотя, в принципе, чем, допустим, занимаюсь сейчас я, могу сказать, это с точки зрения научности, подхода, правда, к нашей компании. Это усовершенствование, опять же, той же самой волновой теории в рамках больше практического направления. Это конкретные стратегии под конкретную волну. Потому что в книге, ту, которую я написал, в принципе, очень мало информации о том, как теперь торговать. То есть, ну, знаем мы, что завтра дождь, а что теперь с этим делать нам? Потому что на рынке, к сожалению, не так просто, что взял зонт и пошел. Тут чуть побольше тонкостей и моментов, которые приводят к абсолютно разным результатам. Буквально один пункт может повлиять на успех, не успех. Поэтому нужно брать то, что есть уже, то, что уже изобретено, и, в принципе, это развивать, анализировать, менять под себя, подстраивать. Вот и все. Поэтому, конечно же, большое спасибо. Отлично. Хорошо, коллеги, будем на сегодня заканчивать. Прикладываю ссылку на канал YouTube, на котором вы сможете найти запись. Скорее всего, она добавлена будет в понедельник. Также ссылку на раздел Вадима, в котором вы также в следующий понедельник сможете прочитать свежую аналитику по волновому анализу. И если у вас появятся вопросы, которые могут возникнуть уже после этого вебинара, прикладываю также дополнение в свою почту. Я думаю, что сейчас Вадим также оставит свои контакты. И обратная связь по данному вебинару всегда будет полезна для нас, чтобы мы смогли их сделать лучше. Спасибо, коллеги, за участие. Всем от себя желаю системного трейдинга. И уже увидимся на наших следующих вебинарах. Спасибо всем. До свидания. Успехов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.